Из-под пива или из-под водки стоило 12 копеек. Вот я бутылки сдал, купил две буханки хлеба. А вот сейчас, прикиньте, сколько нужно выпить, чтобы за сданную посуду купить буханку хлеба. Безработных в Советском Союзе не было. Наоборот, каждое предприятие приглашало на работу. Если человек не работал, его называли тунеядцем. Существовала даже статья уголовная. Вот если женщина, и это есть отношение мужчины, если женщина не работала, ее называли домохозяйкой. Так, ну вот такие объявления можно было прочесть в те времена на досках объявления различных предприятий. Обычной фабрике требуются молодые женщины для закваски и пожилые женщины для засолки. В кондитерской фабрике номер три на постоянную работу требуется рабочая сила в количестве пяти человек. Два в обвертку и три в начинку. Или вот такое объявление. Лодочная станция. Нужен был лодочник. Мужчина, потому что лодки потаскали. Он выдавал лодки на прокат. И вот такое объявление. Требуется мужчина на прокат. Или вот такое объявление. Городскому кладбищу номер три на постоянную работу требуется сторож. Жилплощадь предоставляется по месту работы. Правда, в то время был дефицит. Дефицит. Копченая колбаса, кофе. Вот, если помните стихот четверостища. Растворимый кофе привезли на базу, привезли на базу. Растворился сразу. Вот, если нужно было пошить костюм, то шли в ателье со своей тканью. Поэтому в детской, в ателье можно встретить было такое объявление. Делаются детские кофточки из шерсти родителей. Какая уж тут эпиляция, надо шерсть отращивать, чтобы ребенок в кофточки ходил. А как вам такое объявление? «Водители!» Это объявление на дороге. «Водители, остерегайтесь мест, откуда выходят дети». Нашли чем водителя напугать. Двадцатый век подарил в Украине выдающегося поэта, юмориста Павла Трокпомча Глазового. Смешнее, чем у него, я не встречал уморизм. Сейчас я вас познакомлю с некоторыми из них. Не доводилось Пилипу.